всем привет с новым годом вас ребята я очень благодарен вам что цель набрать 15 тысяч подписчиков до конца декабря была достигнута намного раньше предыдущее видео про я ж мать набрала почти полляма просмотров это просто трэш буквально через пару дней после нового года мы перевалили отметку в 25 тысяч за столь короткие сроки было попросту невозможно успеть набрать такое количество зрителей но вы доказали что невозможное может стать реальным и очень быстро сейчас нас уже 35 косарей и я надеюсь что мы и дальше будем расти такими же стремительными темпами ребята вы красавчики ну а теперь собственно истории про я же мать погнали так случилось что моя жена умерла при родах чтобы воспитывать ребенка мне пришлось уволиться с работы я конечно без дела не сидел нашел работу на полставки на дому но доход естественно упал а ничего иного придумать я не смог с ребенком мне часто помогает моя мама почти каждый вечер я натягиваю на себя кенгуру сажаю в это чудо свое чадо и отправляюсь на прогулку по скверу постоянно ходить с ребенком тяжело поэтому во время отдыха приходится делить скамейки с другими людьми и вот здесь берет начало моя острая боль почему то каждая молодая мамочка уверена что обязана поделиться со мной материнской мудростью ой да вы же неправильно его носите ему так давит где же его мама вы что делаете прививки а вы разве не знаете что грудное молочко лучше смеси почему вы его грудным молоком не кормите я заметил что каждая я же мать обязана вынести мне мозг правильным воспитанием ребенка в то время когда ее собственный ребенок обмазывает свое лицо кошачьими фекалиями или непонятно ради чего разбивает об асфальт чужой самокат специально для таких мам чей совет мне даром не сдался я подготовил памятку которая содержит все ответы на стандартные вопросы например кормлю смесью так как из своей груди не могу нацедить молока да знаю о последствиях акдс но прививать ребенка все равно буду и тому подобное радостно то что очередная я же мать почему то обижается когда я ей вручаю свои шаблоны ответов зато это является лучшей гарантией того что ко мне больше не будут обращаться как криворуку девушки хватит уже страдать идиотизмом если у человека короткий волосы нет выступающей груди и прочих женских половых признаков это не означает что он не умеет ухаживать за детьми много раз сталкиваясь с постами а я же матерях офигевал от прочитанного но лично мне не попадались настолько отмороженные были инциденты но лишь по мелочи недостойные постов или особых воспоминаний но вчерашняя встреча порвала все мои шаблоны и мозг тоже сестра попросила вчера сходить в детскую поликлинику с маленькой племяшкой старше их сына и мой любимый племяш дима выступал в столице на каком-то музыкальном конкурсе пропустить такое событие непростительно и не сильно кашлявшая александра вполне могла обойтись и помощью дяди ну короче приехал утречком забрал племяшку отвез домой жена напоила всех мелких чаем и я отправился в больницу пришли взяли талон сидим саши чешет голову любимой куклы хрипловатым голоском напевает что-то себе под нос иногда показывает мне результаты своих парикмахерских трудов я естественно одобряю и восхищаюсь малая улыбается и начинает тихо и спокойно создавать своей наташи новый имидж и тут случилось это появилась блондинка в короткой шубе и высоких ботфортах с пацаном четырех лет не говоря никому ни слова проходит по коридору садится на свободное кресло и барским таким тоном изрекает костенька поиграй тут сам с этими не надо это про остальных киндеров если игрушка какая понравится возьми мама разрешает тут мне стало интересно это как все дети со своими игрушками больничных общих вроде нету да и как раз наша очередь подошла костенька уже принялся отбирать у соседнего мальчишки модельку машины пытаясь лупануть по голове владельца бабушка малыша естественно вступилась на шифре встала и изрекла фразу от которой я в осадок выпал чё ты старая дура лезешь лет через двадцать придешь у костеньки пенсию вымаливать нищебродка вы вообще все тут кто бюджетники идите у фельдшера в селе лечитесь а тут место только для генетической элиты у народа от такого потихой падает челюсть и вообще он же ребенок и должен получать что хочет в это время выходит медсестра и называет наш номер я встаю беру сашу за руку и иду в кабинет мне дорогу преграждает сияя же мать ты куда прешься босота я сейчас иду подождешь твое место в коровнике и мелкой твоей тоже я обалдел от такого поворота попросил сашу чтобы она заткнула уши и ответил эй ты чё совсем берега снесла слышь ты знаешь кто мой муж забирай своего ребенка и вали отсюда а то ща ребята приедут и тебя выкинут простите дорогие дамы сроду женщин не трогал но тут сорвало взял я эту мадам за волосы выволок на улицу снегу много воткнул ее головой в сугроб и сынулию ее рядом посадил тот все это время пытался пинать меня и мою племяшку закончилось все очень нестандартно приехала полиция меня вязать хотели очередь вступилась примчался взмыленный муженек скажем так один из руководителей города на редкость оказался адекватен про шипе в сторону своей крали множество угроз долго извинялся перед присутствующими и пытался всучить мне бутылку коньяка я отказался и посоветовал обучить даму манером мужик тяжко вздохнул ничего не ответил еще раз извинился и они ушли поликлинике после этого долго стояла тишина все переваривали что это было детская поликлиника огроменная очередь из-за очередного гриппа все злые путаница поскольку у нас номерков и сроду не было везде бегающие мелкие дети к тому же дерущиеся подростки залипают в телефон или обсуждают игры сериалы песни один врач в отпуске принимает только первый кабинет первые в очереди подростки которые пришли за час или полчаса до открытия среди них и я все как обычно то есть как всегда ужасно прошло уже три девчонки передо мной братья-близнецы им около 14 еще два человека и все аллилуйя я домой но вот прилетела птица обламинго коричневой расцветки точнее в коричневой курточке с упитанным мальчишкой лет пяти эта мадам с лишним весом обвела весь коридор грозным взглядом и остановила его на близнецах как на наиболее приближенных к двери с натянутой улыбкой от которой меня перекосило она подошла к братьям и произнесла добрый день мальчики и сколько сегодня народу не пропустите мамочку с ребенком нам просто в четыре к логопеду извините но мы тоже уже опаздываем не можем вас пропустить да ну ладно приветливое выражение лица и исчезла будто его стерли ластиком но и же еще я невысокая девочка робкого вида которая по определению не может ответить отказом и эта дамочка подошла ко мне девочка мы пройдем за этими мальчиками нет извините но я не могу вас пропустить мне домой надо срочно да хочу внести ясность я диабетик это не так страшно просто инсулин удобнее все-таки дома колоть чем в многолюдной больнице в этот момент близнецы уже зашли в кабинет счастливчики блин а мадам не сдается и продолжает меня упрашивать девочка нам очень надо мне тоже очень надо я вас вперед не пропущу извините человек я не конфликтный все сказано было предельно вежливым тоном и все равно это курица на штукатуренная нахмурилась а мне в этот момент к моему огромному сожалению приспичило зачем-то закатать рукава стали видны следы от уколов но не врач я аккуратно колоть иголкой не умею к тому же вены невидимые ошибаюсь часто так это краля посмотрела на руки и не разобравшись наезжать начала чё наркоманка что ли колодца бежишь до мамка то твоя знает какой оторву родила тут за меня вступился какой-то парень лет двадцати женщина здесь дети выражайтесь по культурнее и к девочке не лезьте идите лучше карту мальчику возьмите я же мать повернулась к парню и закричала молчи и не защищая непонятно кого и вообще как ты смеешь мне что-то указывать я мать и я опаздываю а это наркоманка не может нормального человека пропустить я покраснела от злости блин наркоманка меня никогда не называли а я же мать и не думала останавливаться чё смотришь стыдно пропустишь нас нет я же сказала не пропущу я сама опаздываю я ж мать продолжала кричать на всю больницу оскорблять меня такими словами что уши у некоторых людей буквально сворачивались в трубочку но я уже не слушала ее и полностью игнорила я смотрела как ее дитя с помадой в руке уродовал стены больницы итог эту выдру и и личинку выкинули из больницы предварительно потребовав у нее компенсацию за материальный ущерб и нарушение порядка в общественном месте и еще в нашем селе всего шесть тысяч человек и новости разлетаются быстро так что уже через два дня все были в курсе этого случая как она обругала меня из-за болезни материлась при детях в больнице и так далее сегодня я узнала что они переезжают и на радостях решила рассказать свою историю привет новейшая история про дикую я ж мать произошло это как раз в разгар нового года у нас на районе довольно много матерей так как рядом детский сад школа магазины и в 30 минутах ходьбы торговый центр так вот до нового года оставался буквально час все были в хорошем настроении и веселились на улице некоторые уже пускали салюты но вдруг крики гром и молнии нарушают гармонию вселенной выходит из подъезда туша весом в два центнера и и двухмесячный личинус они гуляли им никто не мешал но в метрах 70 от нее пускали салют в связи с чем ее ребенок очень громко покричал но вместо того чтобы завести его домой или утихомирить она направилась к нам дамочка подошла и закричала свалили отсюда быстро это моя собственность я тут живу и делаю все что хочу я мать малыш в это время продолжает плакать один из ребят попытался урегулировать конфликт и сказал женщина успокойтесь мы же не в вас стреляли я еще раз повторяю я тут живу я одинокая мать живу ушли отсюда вы пугаете мое дитя женщина с вами все нормально новый год вообще-то сейчас все стреляют да мне по барабану на ваш грёбаный праздник давайте сваливайте отсюда поскорее снова закричала эта дамочка до полуноча оставалось полчаса и после небольшой перебранки с мамашей эти ребята в итоге разошлись по домам я же отошла от них в сторону деревьев и просто кидала петарды как вдруг почувствовала что в земля затряслась я обернулась и увидела эту мамашу позади себя она шла на меня и что-то бормотала себе под нос я спросила вам что-то нужно я же мать ответила да что ты себе позволяешь грубиянка что простите петарды свои знаешь куда засунь я промолчала и ушла решила что не стоит портить себе праздник из-за какой-то неадекватной женщины после боя курантов когда все снова вышли на улицу бить салюты я стала свидетельницей того как один из залпов полетел вбок и ударил прямо в машину как я узнала позже это был автомобиль той сумасшедший я видела как я ж мать выбежала на улицу и начала покрывать всех десятиэтажным матом я была очень рада что все закончилось именно таким образом заметьте даже карма не любит я ж матерей благодарю всех за просмотр если ты еще не подписан на бодряка то самое время это сделать рассказывайте свои истории под видеороликом и я обязательно их прочту в закрепленном комментарии я оставлю ссылку на паблик канала во вконтакте где тоже можно делиться своими историями в постами и так далее сделать это можно как анонимно так и публично а сейчас предлагаю посмотреть другие видео про яж матерей на нашем канале всем удачи и пока